Здравствуй, первоклассник! Приветствую тебя на уроке джунатика. Девиз нашего урока сегодня – ужасно интересно все то, что неизвестно. Что ж, отправляемся в путешествие. А чтобы узнать, куда мы отправляемся в путешествие, отгадайте загадки. Океан бездонный, океан бескрайний, безвоздушный, темный и необычайный. В нем живут вселенные, звезды и планеты. Есть и обитаемые, может быть, планеты. Правильно, космос. А на чем космонавты отправляются в космос? Правильно, на ракете. Начнем урок с вкусного счета. Посчитайте в прямом порядке до 20 на казахском языке и в обратном порядке на русском языке. Молодцы! Возникновение проблемной ситуации. Перед вами различные математические записи. 4 плюс 3, 5 больше 3, 6 плюс 3, 7 меньше 9, 3 плюс неизвестное число равно 7, 6 минус неизвестное число равно 2. Ваша задача разделить на группы эти записи и дать каждой группе название. На какие группы можно разделить математические записи? Правильно. Записи разделили на три группы. Выражение, неравенство, равенство. Во время космического путешествия нужно найти неизвестные числа, которые скрываются за пустыми квадратами и окошками. Число, которое нужно вставить в окошко, неизвестным. Его так и называют неизвестное число. Оно обозначается знаком квадрат. Равенство, в котором одно из чисел обозначено знаком квадрат, называется равенством с неизвестным числом. Первое задание. Завтрак космонавта. Рассмотрите рисунок. Ребята, перед полетом надо подкрепиться космическим завтраком. Определите, из каких тюбиков появились летающие шарики. Подберите каждому выражению значение неизвестного числа. Сколько нужно прибавить в пяти, чтобы получилось семь? Чему равно неизвестное число? Правильно. Двум. Сколько нужно вычесть из восьми, чтобы получилось пять? Чему равно неизвестное число? Правильно. Трех. Сколько нужно прибавить в шести, чтобы получилось десять? Чему равно неизвестное число? Правильно. Четырех. Сколько нужно вычесть из восьми, чтобы получилось три? Чему равно неизвестное число? Правильно. Шести. Молодцы. Вы хорошо справились с загадкой. Второе. Решили. Определите значение неизвестных чисел, чтобы космические ракеты могли совершить полет. Сколько нужно прибавить в восьми, чтобы получилось десять? Чему равно неизвестное число? Правильно. Двум. Сколько нужно вычесть из десяти, чтобы получилось один? Правильно. Девять. Сколько нужно прибавить в двенадцати, чтобы получилось семнадцать? Правильно. Пять. Сколько нужно прибавить в двадцати, чтобы получилось пятьдесят? Правильно. Тридцать. Сколько нужно вычесть от восьмидеся, чтобы получилось семьдесят? Чему равно неизвестное число? Правильно. Десяти. Сколько нужно прибавить к 60, чтобы получилось 70? Чему равно неизвестное число? Правильно, 10. Сколько нужно вычесть от 40, чтобы получилось 20? Правильно, 20. Молодцы. Подумайте. Следующее задание. Послушайте космическую историю. Экипажу космического корабля нужно сделать 10 витков вокруг Земли. Космонавты облетели планету несколько раз. Им осталось сделать 7 витков. Сколько витков вокруг Земли космонавты совершили? Что вам известно из этой истории? Правильно, нужно выполнить 10 витков вокруг Земли. Осталось сделать 7 витков. Что необходимо узнать? Правильно, сколько витков уже совершили. Составьте к нему равенство с неизвестным и определите значение неизвестного числа. Правильно. 10 минус 3 равно 7. Молодцы. Работа в тетради. Первое задание. Первое задание. Помоги инопланетянину. Узнай, на каком космическом корабле прилетел каждый инопланетянин. Определи значение неизвестного числа. И соедини изображения инопланетянина с его космическим кораблем. Второе задание. Пройди космический лагинет. Найди значение неизвестных чисел. Пиши эти числа в пустые клетки. Прочерти путь космического корабля планеты. Прочерти путь космического корабля планеты. Молодцы. В заключении выполнили 2-3 задания для закрепления. Первое задание. Обведи равенство синим цветом, а не равенство с зеленым. Второе задание. Сравни числа и дорожения. Третье задание. Зачеркни неверное равенство и неравенство. Дескрипторы. Уметь сравнивать числовые выражения. Отличать верное равенство от неверных. Отличать верное равенство от неверных. Выбирать нужность на сравнение. Желаю успехов. До свидания. Ваше самооанización. Продолжение следует...